День рождения моего лучшего друга Для тех, кто только что включил радио, повторяю, у нас в гостях Ленни Оттис, лидер фан-клуба Эдика Крейна. Итак, Ленни, ты помнишь, когда он умер? Вы имеете в виду тот день или точное время, когда это произошло? Когда это произошло, точный день. Мне было... Мне был один год. Мне было три года, но я помню тот день, будто он был вчера. Внезапно я почувствовал беспричинную депрессию, будто черные тучи спустились у меня над головой. Я хотел покончить с собой. Я действительно собирался покончить с собой. Я собирался пойти в ванную, наполнить ванну горячей водой и вскрыть себе вену. Честное слово, я действительно собирался это сделать. Когда у трехлетнего малыша такие мысли, это действительно грустно. И знаешь, кто спас меня? Семейка Партридж. В телевизор ушла семейка Партридж, и я очень хотел их посмотреть. Окей, я посмотрю семейку Партридж, а потом убью себя. Я начал смотреть, и показали очень смешную серию, где Дэни попадает в переделку с женой мафиози, и это правда было очень смешно. И после этого мне расхотелось себя убивать. Ну и все как бы стало на свои места. Так о чем мы говорили? Привет, это О'Кей Билли. Заявка? Что хотите послушать? У Адальячи? Что такое О'Адальячи? Привет, Мик. Да, хорошо, хорошо. О'Адальячи, О'Адальячи, дидли-ду, дидли-ду. Да-да, я помню эту песню, но у нас ее нет. Нет. Попробуйте позвонить Кейскауту. Нет, телеграфа у нас тоже нет. Нет. А может ли тебе прийти в голову мысль, что ты пришел слишком рано? Да я тут был рядом и подумал, не зайти ли. Можно мне попробовать твоих печеньях у Хо или... Флейки-флик? Флейки-флейк. Да-да-да, а у тебя есть? Нет, только крекеры в форме зверюшек. Только горел не ешь. Слушай, я тут покемарю в холле пару часов. Можешь меня разбудить, когда Кларенс закончит? Ты дерьмово выглядишь. Да, я понос на себя чувствую. Как будто у меня в животе толпа маленьких человечков. С пиками наперевес орет «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Да что ты делал прошлой ночью? Я был с Джерри. Знаешь Джерри? А, Джерри? Брат Гарри? Это бред, но все равно, мы напробовались одной фигне, она такая сильная, что индейцы в Бразилии придумали целую религию в честь этой штуки. Да, это Кей Билли. А, бабуля. Как дела? Хочешь жвачки? Да, у него все хорошо, да. Ага. Как дедушка? Ага. Так что это за церковь? Что это за дерьмо? Чё, тебе не нравится чесночная жвачка? Да ты самый тупой кретин. Вчера мы с Джерри офигенно накурились, и в полном невминозе пошли в магазин новинок. Ты когда-нибудь в невминозе ходил в магазин новинок? Вот это опыт, доложу я тебе. Мы на 150 долларов этой штуки взяли, ты понял? О, чёрт. Я тут для Кларенса взял порошка от чесотки. Грёбанное дебильное дерьмо. Ну, Кларенс-то точно его оценит. Да ты самый тупой придурок, которого я встречал в своей грёбанной жизни. Я взял Кларенсу порошка от чесотки. Там был белый и был коричневый. Я ему взял белого, потому что там сказали, что он какой-то промышленной мощности. Да ты мерзкий ублюдок. Положи чуть-чуть на обратную сторону ладони, и проберёт так, что надо сразу смывать. Чёрт бы побрал тебя с твоим дерьмом, господи. Это твоё дерьмо. Ты хрен собачий. Мик, там бабушка. Чёрт. Бабуль, прости, меня тут отвлекли. Так ты говорила об образовательной программе для молодёжи? Это горилла. И вот, 20 лет спустя, я узнаю, что тот самый день, когда меня накрыла беспричинная депрессия, оказался тем самым днём, когда величайший рок-н-ролльщик всех времён купил себе ферму. Чёрт мне побери, я просто не мог в это поверить. И это... это... это чёрт знает что. Ну, знаешь, в каком-то смысле в этом есть определённая симметрия. В каком-то небольшом смысле. Так какое слово я не могу вспомнить? Оно значит последователи того, что ты делаешь. Понимаешь, что я хочу сказать? Члены? Да, конечно, члены. Сколько у вас членов? В Калифорнии около 600. Это много? Вообще-то это очень много. И вы, наверное, устраиваете собрание каждый год? Как клуб Мотель 6 или Самбос, или... Да, иногда вместе что-то делаем. Ну, отлично, отлично. Итак, мы здесь вместе с Ленни Оттисом, лидером фан-клуба Эдика Крейна. Мы снова с вами через несколько секунд. Не переключайтесь. Ну что, всё идёт неплохо. Комси, комса. Что у тебя в этой коробке? Представляете, 29 марта 1959 года Эдика Крейн вытирал рот этой самой салфеткой. Вот это интересно. Тебе нужно побольше рассказывать о подобных вещах. Я уверен, это твоя коробка, это просто рок-изабелие подобных вещей. Просто начинаем носить их на свет. Это же радио. Это не телевидение, ты же понимаешь. Они должны об этом услышать. Шоу Кларенса Пула? Нет, извините, мы не исполняем заявки. Потому что пока я дидже, я играю, что я хочу и когда я хочу. Когда-нибудь, когда ты будешь диджеем, ты будешь играть то, что ты захочешь. Ну, если твой вкус будет в такой же цене, как мой, будешь. Да мне похер. Послушай, мне похер, что непослушная Джули играет в своем шоу. Да мне все равно. Да и слушай тогда свою непослушную Джули, хрен моржовый. Да имел я твою маму. Козел. Какого хрена ты тут делаешь? Да я тусуюсь, жду, пока ты закончишь. Это... Познакомьтесь. Пацан, как тебя зовут? Я Ванни Отис, глава Южно-Калифорнийского фан-клуба Эдди Кокрейна. О, Отис. Как этот городской пьяница, шоу Эдди Гриффита. Я тоже об этом подумал. Клэренс, у меня есть кое-что для тебя. Мама родная. Себе зацепил вчера, а тебе тоже. Я знаю, у тебя не пропадет. Мы с Джерри. Знаешь, Джерри, мы, короче, вчера так нафигачились. Пошли в магазин. Мик? Да, он здесь, подожди. Да, дорогая, что там у тебя? Девушка. Как ее зовут? Поли. Поли? Поли сейчас на линии и ждет меня? Подожди, не вешай трубку. Не вешай трубку, пока она на линии. Я буду через секунду, окей? Не давай ее уйти. Ни при каких обстоятельствах. Держи ее. Я быстро. Я сейчас вернусь. Итак. Ленна. Ты в порядке? Да, я в порядке. Отлично. Так, это что творится? Что творится? Итак, Ленни, не хочешь ли ты этой шедевральной штуки? А, нет. Нет, спасибо. А, ну круто. Молодец. Кто бы меня остановил? Господи Иисусе. А, нет, у нас ничего нет? А вот тут. Так, нормально? Все круто. Окей. Это Кей Билли, и мы снова в эфире. Мы в студии с лидером фан-клуба Эдди Кокрейна, Ленни Оттисом. Ленни, как ты увлекся Эдди? Ну, вообще-то мой отец очень увлекался Эдди Кокрейном. У него было много его альбомов. Он постоянно их слушал. Я не могу поверить, что ты о нем говоришь. Ты же знаешь, что я его ненавижу. Мне тоже обидно. Да я их обоих ненавижу. Он постоянно ставил его пластинки, и то время в моей жизни почему-то мне очень нужно было слышать эти звуки. Они стали частью моей жизни, и эта музыка спасала меня в сложные моменты. Слушай, не передашь мне вон ту салфетку? Да, конечно. Спасибо. И всегда, когда мне грустно и одиноко, я просто включаю эту песню. И знаю, все будет хорошо. Однажды, когда я был ужасно расстроен, я не могу поверить, что ты об этом говоришь. Я всегда плохо к нему относился. Слушай, слушай. Раз уж мы здесь травим свои души и составляем список людей, которых ненавидим, может быть, и тебя туда добавим, а? Да ты урод! Я горю в аду! Что с вами? Вы в порядке? Вызывай 911. Что случилось? Он только что чихнул тем кокаином, который вы ему дали. Какого черта ты здесь делаешь? Привет, Микки. Ты вернулась? Да. Ты вернулась. Но я ведь здесь, не так ли? Я так рад. Сколько времени прошло? С каких пор? С тех пор, как мы виделись. Ну, последний раз. Давай посчитаем. Январь, февраль. Два месяца. А мне кажется, намного дольше. Кстати, все эти звонки тебе последний месяц. Это я звонил, а когда ты снимала трубку, я вешал ее. Это был я. Мне просто нужно было услышать твой голос. Ну что, как жизнь? Ну, я была... Я так счастлив видеть тебя снова. Я счастлив. Я без тебя был как в аду. Ты знаешь, мы с тобой ссоримся по глупейшим пустякам, но больше этого не будет. Теперь, когда ты снова со мной, я никуда тебя не отпущу. Я обещаю тебе, крошка. Микки, ты такой милый. И таким я теперь буду всегда. Навеки вечное. Навсегда. Слушай, как сердце бьется. Чувствуешь? Быстро. Ага. Дай мне твое послушать. Так я и думал. Прямо как мое. Миля в минуту. Это любовь. Милая, я хочу, чтобы ты знала, что в тех наших разговорах по телефону я говорил ерунду. Ты ведь это знаешь. Я думал, а ты меня ненавидишь. Я блефовал. Я просто хотел, чтобы ты думала, что я тебя ненавижу. Я был очень растерян и не понимал, что мне теперь делать. Я злился на тебя. Я слушал тебя и впадал в отчаяние. Но я никогда не перестану любить тебя. Я немного удивлена. Раньше ты никогда не был таким милым. В конце концов, это будет счастливый день рождения. Так ты поэтому зашла? Ты вспомнила о моем дне рождения. Расскажи все сама, и я обещаю, что не буду перебивать. Вчера мы болтали с Иоганной Ваксман. Помнишь ее? Я вспомнила одну ужасно грустную песню рода Стюарта. Мы стали искать ее в моих пластинках, но не смогли найти. А потом я вспомнила, что она не на пластинке, на кассете. А я все кассеты оставила здесь, поэтому зашла забрать ее. И нашла. Видишь? Так ты поэтому пришла? И догадайся, что еще? Когда я рылась в своих записях, я нашла один из твоих альбомов Элвиса Пресли. Я ведь знаю, что ты без него жить не можешь. Я его принесла. О боже, здесь так пусто без моих вещей. Надо было хотя бы цветы тебе оставить. А это что? Это вода у тебя в туалете. Я тут сырную бомбочку сбросил. На вашем месте я бы туда еще часок не заглядывал. Оливер, дорогой, иди сюда. Оливер, познакомься с моим старинным другом Микки. Микки? Это мой новейший друг, Оливер Брэндон. Здорово, чувак. Как вы вообще сюда попали? Ведь ты отдала мне свой ключ. Оли нам помог. Я надеюсь, ты не против чего? Ну, ты в курсе. Старый добрый трюк с кредиткой в дверном замке. Надо было достать малышке ее любимого рода Стюарта. Я смотрю, тебе Элвис нравится? Да, мило, очень мило. У меня тетя Элвиса любит. Оливер великий актер. Ну что ты, дорогуша, ты и сама великая. Ну нет. Да-да. Ты лучше. Нет, ты. Ты. Да нет, не я. Ты. Не верь ни одному его слову. Он просто великолепен. Ах, какая же я глупая. Я забыла рассказать самую потрясающую новость. Я получила роль в пьесе. Это театральное общество Буря. Пьеса называется «Божья песня». И там мы познакомились с Оливером. Скажи ему, какая у тебя роль? Иисус. Ну ладно, нам пора. Надо сходить еще сегодня в одно место. В какое место? Ну, в одно такое большое место, куда нам надо пойти. И мы уже опаздываем, так что пора двигать. Ну что ж. Пока, Микки. Позвони как-нибудь. Поболтаем. Ну все-все. Пора идти. Окей. У «Божьей песни» премьера 19-го я оставлю тебе билет у двери. Так что сможешь бесплатно сходить посмотреть на меня. До скорого, чувак. И этот парень тебе нравился? Ну немного. Ты знаешь, Джеймса? Конечно, я его обожаю. Вот это да, я впечатлен. Это просто отлично. Ты знаешь, я думал, я тут единственный, у кого есть хоть какой-то музыкальный вкус или что-то в этом роде. Кроме Микки, конечно. У него тоже очень хороший вкус. А теперь есть ты. Знаешь что? Ты неплохо играешь в бильярд. Любишь хорошую музыку. И у тебя классное имя. Не хочешь сходить на вечеринку? Конечно. Хочешь? Конечно. Да, это просто фантастика. Так вот. У меня есть лучший друг, и у него сегодня день рождения. И если это возможно, я бы хотел вас познакомить. Понимаешь, он лучший парень в мире. И я знакомлю его только с теми, кто такой же классный, как и ты. Как ты к этому относишься? Почему бы и нет? Это здорово! Боже, это просто здорово! Это просто фантастика. Итак. У тебя есть ручка, чтобы... У меня есть губная помада, можем ей попробовать. Да, отлично. Ладно, пишу прямо здесь. Что ты пишешь? На его адрес. Сейчас. Ты просто придешь и немного развечешь его, хорошо? Проведи с ним время повеселее. Окей. Договорились? А как я туда попаду? А я дам тебе ключ. У тебя есть ключ? Ну да, мы же лучшие друзья. А когда вы закончите, веди его ко мне домой. Хорошо? Он знает, где это. Я организовал небольшую вечеринку. Там буду я, ты, он и моя девушка. Мы отлично повеселимся, идет? Идет. Это гениально. Оценяя сейчас договоримся или потом? Что-что? Оценяя. Ну, о моей цене. О, о твоей цене? Оценяя, оценяя. Я и не подумал как-то. Ну, конечно. Сколько? Сколько платишь? А сколько ты обычно берешь? А сколько ты обычно платишь? Обычно? По обычному тарифу. Вот сколько я обычно плачу. По обычному тарифу. Ну что ж. Я не шлюха. Я девушка по вызову. А девушки по вызову будут уровнем повыше. Так я и знал. Когда я сюда пришел, я так и подумал, что ты девушка по вызову. Ну, в смысле, что ты явно не шлюха. А я бы никогда не стал приглашать шлюху к Микки, потому что он лучше. А ты правда классная? Правда? Да, да. Ты говоришь с честным человеком, без враг. Как насчет... 40. 50 долларов. 30. 40. 40. Окей, я согласна на 40. Согласна на 40? Окей, я плачу 40. Так, где деньги? Скажи ему, чтобы взял трубку. Я не вношу этого козла, я не могу с этим парнем сладить. Тебе обязательно говорить козел, когда здесь покупатели? А что из твоего рта? Это слово звучит лучше. Если говорит мужчина, это звучит нормально. Я не прав. Ты ведь раньше слышал это слово, правда, Клэрнс? Если ты не заметил, сейчас так покупатели уже не обслуживают. Эй, 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 слушай, поцелуй меня в задницу и отвали. Я слышал однажды, что семейная жизнь начинается там, где кончается любовь. Нет, нет, все не так, не так. Скажи ему, милая, мы с тобой еще ого-го, да? Да, конечно. Да, люблю. Люблю ее. Я хочу самый офигенный торт из всех, что у тебя тут есть. Да у меня все торты офигенные, слушай. Вот этот хочу. Какой этот? Вот этот вот с сахарной глазурью. И с маленькими штучками. Это для Микки. Для Микки только все самое лучшее, поэтому я хочу этот. Бери этот. Он очень вкусный. У меня три трешки. Три чего? Три трешки. Три трешки? А надпись на торте сделаешь? Да, да, напишу, Клэрнс, только дай мне шанс. У меня есть большая коробка, но только коробка. Да мне только до дома донести, я ему подарю торт не в коробке. Со свечами, все такое. Ты знаешь, я тут думал кое о чем, и это что-то меня очень беспокоило. То есть я не то, что не спорю с тобой. Конечно, как певец Элвис, ну вот как артист со своими альбомами, записями. Тут ему никто ничего предъявить не мог. Я согласен. Точно? Правильно? Да, да. Правильно, нет проблем? Да в этом у нас нет проблем. Но актер Клэрнс, он никакой. Вот здесь наше мнение расходится, и мы никогда не договоримся по этому пункту. Извини, спорить здесь не с чем. Мы тут никогда не придем к согласию. Вот Марлон Брандо, великий актер. Графиня из Гонконга, это дерьмовый фильм. Никогда у него не было дерьмовых фильмов в Клэрнс. Да графиня из Гонконга сосет. Марлон Брандо, великий актер Клэрнс. Фильмы, дерьмо, фильмовую дерьмо. Ты меня вообще понимаешь? Ты хотя бы дикаря осмотрел. Привет, Микки, я Мистинайт, я твой сюрприз на день рождения. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. С днем рождения, дорогой Микки, с днем рождения тебя. Я тебя подожду в комнате, и когда ты тут закончишь, приходи ко мне и начнем вечеринку. Окей? О, и наряжаться не стоит, тебе и так неплохо. Джейл Хаус Рок, он вложил весь смысл рокобили. Да он и есть рокобили. Грубый, злой. Да плевал он на все, кроме рок-н-ролла. Живи быстро, умри молодым, ложись в гроб красивым трупом. Я обожаю сцену, когда, после того, как он стал знаменитым, он закатывает большую коктейльную вечеринку, и приходят все эти снобы, а он поет. Крошка, ты скучная дура. Ты мне безразлична. Его заставили носить эти дурацкие штаны, свитер с горлом, и даже, по-моему, макосины, ради всего, святого. Но все это не имеет значения. Все эти снобы на вечеринке, огромный дом, дурацкая одежда, и все равно он тот же грубиян и негодяй. Я так бы хотел быть похожим на него. Элвис отлично выглядел. Я не педик, но Элвис был красавчиком. Я всегда говорил, если бы мне пришлось трахнуть парня, ну, в смысле, если бы от этого зависела моя жизнь, я бы трахнул Элвиса. Да, я тебя понимаю. Я бы, конечно, не сказал, что готов его трахнуть, но... Иди ко мне. Дай мне любить тебя. Я дам тебе все. Нет, это ерунда. Дай мне любить тебя. Вот так. Что ты тут делаешь? Ты что, сучка, мне устроила там в автобусе? Я дико злой. Клиффорд, моя голова. У меня на стене висела его фотография, а я ему говорил, «Эй, Бигги». Я звал его Бигги. Да, он звал его Бигги. Я бывало говорил, «Эй, Бигги, я люблю тебя, давай, ты можешь сделать это». Я тебя услышал. И все равно, все равно, я должен отдать должное Битлз. Они выпустили сержанта Пеппера. Как он назывался? Сержант Пеппера? Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера. А что делает Элвис? Что делает король? Он выпускает саундтрек «Случай на ярмарке». Ну, что это такое? Случай на всемирной ярмарке. Что на торте написать, Кларенс, а? Это очень печально, понимаешь? Понимаешь, когда думаешь, что на это ответить, ничего придумать не можешь. Прапорщик Паркер окружил парня. Прапорщик Паркер, он придурок. Вот если бы поклонники могли говорить Элвису, что ему делать, как ты и я. Да, после службы в армии он никогда уже не стал прежним. Так что на этом чертовом торте писать? Что происходит? Окей, дружба. Слышь меня? Он хочет раньше уйти, он позже пришел, а теперь хочет раньше уйти. Куда идешь? В колледж? Ты здесь, потому что ты не учишься в колледже. Вот что я тебе скажу. Никогда не женись, никогда не разводись. И никогда не заводи сыновей. Особенно павианов. Он совсем с катушек съехал, у него к члену телефон придел. Дружба. Дружба будет всегда любовью между мной и Микки. Джерри, не ругайся с Рокси. Делай то, что она тебе говорит. Так, да, давай, я слушаю. Дружба всегда будет любовью между Микки и мной. Радость знать всегда, что наша любовь все растет. Ибо наша любовь это знак. Стой, 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 подожди. Стой, форвард. Это все не поместится на торте, ты что? Посмотри. Почему нет? Да ты посмотри, какого он размера. Это все тот же торт, согласен? Это все не поместится. Что из того, что я сказал, поместится на торте? Ну, например, с днем рождения, Микки. Слезь с моей спины. Черт возьми, слезай. Знаешь, ты права. Я действительно мог бы... Ты. Твоя задница – трава. А я – газонокосилка. Вы сами себя слышите? Доктор, я не могу больше так жить. Я не могу выбрать между одним и другим. Это разрывает меня на части. Везде, где есть вход, есть выход. Это относится и к вашей ситуации. Но почему я не могу остановиться... ...на середине? Говорит оператор. Срочный вызов. Сесилию Вену вызывает Альдорей. Альдорей? Сесилия, вы ведь знаете Альдорея. Я не знаю никакого Альдорея. Доктор, я вам перезвоню. Алло? Hello, baby. Клэренс. Да? А ты кого ожидала? Альдорея? Послушай, Сесиль. Я позвонил тебе потому, что у меня сегодня вечеринка. Приходи сюда, ко мне. Это в честь моего лучшего друга Микки, у него день рождения. Но он еще об этом не знает. Клэренс. Будешь ты, я, он и его подружка. Клэренс, послушай. С которой он еще не знаком. Он еще не в курсе. Но он будет, не волнуйся. Но Клэренс. Нет, нет, нет. Просто надень, что найдешь. Главное, чтобы выглядело прилично. Клэренс. Послушай, я не могу прийти. На самом деле, я больше не могу с тобой видеться. Похоже, тут не обошлось без твоего тупоголового дружка Эдди. Это все из-за него? Да, да. Это из-за Эдди. Он за мной шпионит, он знает, что мы виделись. Или что? Ты не знаешь, Эдди. Он очень сильный. И очень злой. И очень ревнивый. Стоять, сэкона. Я в бешенстве, поняла? Послушай, хватит тут песни петь. Он только что открыл ящик Пандоры, и он об этом горько пожалеет. Потому что он меня бесит. А когда я взбешен, берегись. Вот здесь. Вот. Excuse. argument. Давай. Хеллоу, бэйби. Мы дозвонились самому крутому хилбельщику, Клэренсу Пулу. А меня здесь нет, оставьте свой номер после звука гитары. И как только я закончу упражняться со своим фрисби, я вам перезвоню. Пока. Ты придурок. Это Эдди. Надеюсь, ты знаешь, кто я такой, и, надеюсь, мое имя Кое-что для тебя значит. Я тот человек, который пинками загонит тебя в ад. Си-си. Моя женщина. И она моя собственность. А ты с ней спутался. Мусорный бак. Когда я до тебя доберусь, я дзырку проделаю в твоей ракобильской морде. А потом я. Моя семена. Я по-сказомуялюritя. Получается в ракобильской морде. У него, кстати, будут спутаться в ракобильской морде. У меня есть море! Это было много коротко. Я имя. У меня есть море. Может быть, в горле. В общем. Я выпил меня. Я не буду. Синдяя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не ходишь с Клэренсом по гей-барам, нет? Да нет, мы не ходим вместе по гей-барам А где Клэренс? Ну явно не здесь Тихо, кто-то идет Слушай, у тебя был шанс, я люблю тебя и все такое Но тебе придется подождать, пока я здесь не закончу Я найду тебе кого-нибудь, обещаю Да, пока-пока До свидания Итак, в нашем позднем шоу вы слушали Ракамиль Его не существует Но поцелуй здесь длится 3 часа 20 минут Я могу это сделать Окей, начнем Поехали Что вам сделать? Где она? Кто? Девушка с задницей А бывают девушки без задницы? Послушай, Питер Моя подруга ходит в этот бар с одной ракобилей задницей По имени Клэренс Пул Я знаю это, потому что следил за этой сучкой здесь Неделю назад Где она? Она в квартире этой задницы Где эта задница живет? Задница живет в квартирном доме Гарри на Иствуд Драйв У квартиры есть номера Квартира 44 Как давно ты стала девушкой по вызову? Кстати, ничего унизительного я об этом не нахожу Если бы ты была подводным сварщиком, я бы спросил тебя Эй, и давно ты стала подводным сварщиком? Я не знаю, догадался ты или нет, но... Я не то, чтобы собаку на этом съела Правда? Правда Ну и все же, давно ты в эти игры играешь? Ну, сегодня моя первая ночь Нет Да Я и раньше был под впечатлением, но, боже, первый день ты была великолепна Тебе не показалось, что я нервничал или что-то в этом роде? Да нет, совсем нет Ты прошла мой тест на профессионализм Ты такой милый Почему ты заинтересовалась проститутшей как сферой для... Твоего... карьерного роста? Я приехала сюда из Кливленда А, понятно Но это еще не все А, извини Последние три года, что я там жила, я работала в Кеймарте Ты работала в Кеймарте? Да, я работала в Кеймарте В каком отделе? В звукозаписи и кассетах Везет тебе Я тоже в Кеймарте работал Я мечтал работать в звукозаписи и кассетах Правда? Честное слово Я пробовал пробиться в диски и кассеты, но застрял в женской обуви Да уж Мне всегда так жалко было этих парней из женской обуви Эти женщины приходят и меряют по 50 пар Заставляют парней приносить им, не знаю, по 50-60 пар, пока наконец не определятся Да, но женские ножки мой фетиш, так что я с этим мерился А еще я помню свой момент славы в Кеймарте Я пытался подобрать размер одной женщины И вдруг из вентиляционной решетки выпадает большущая жирная крыса И падает прямо ей на ляжке О боже, я бы с ума сошла Женщина орет, крыса начинает метаться А я бегу за ней Я преследую ее по всему магазину минут 15 И в конце концов забиваю ее до смерти шваброй Это классика Ты знаешь, мне очень нравилось работать в звукозаписи и кассетах Но меня не покидало чувство, что я не реализую там себя Понимаешь, что я имею в виду? Да, я понимаю И вот однажды мы пошли в кино с парнем из автозапчастей И я увидела фильм, который перевернул всю мою жизнь Какой фильм? «Одет для убийства» Чудесный фильм, прекрасный фильм Я обожаю этот фильм Тебе он понравился? Я его полюбил Брайан де Пальма – это злючий пламенный мотор И я полюбила его Я люблю его фильмы Я люблю его А ты помнишь в нем Нэнси Аллен? Да как я могу ее забыть? Ну что, была она бомба или нет? Давно пора принять закон, в котором Нэнси Аллен должна заниматься со мной сексом в любое время Какую роль она играла в этом фильме? Девушки по вызову Вот какую роль Она была такая спокойная Собранная Я увидела этот фильм, увидела эту роль И тогда я сказала себе «Луиза, это работа для тебя» «Луиза»? Ну, то есть Мисти «Мисти, это работа для тебя» И я приехала сюда, чтобы оставить свой след Но пока меня преследуют одни провалы «В чем же ты провалилась?» «Мой сутенер Клиффорд» Он хреновый сутенер Он офигенно классный парень, но хреновый сутенер Он не делал ничего, чтобы продвинуть мою карьеру И я уволила его И сегодня, когда я сама впервые вышла на работу Я все провалила Платежеспособный клиент И тут все пропало Но в этом вряд ли есть твоя вина Как я могу начинать собирать рекомендации от клиентов Когда люди, заплатившие за девочку для развлечений В результате получают не развлечения, а мои проблемы И поэтому я так расстроилась Ты все еще расстроена? Нет Почему? Не твое дело Ты знаешь, как только я увидел, как ты танцуешь под ту музыку Я сказал себе Это моя женщина И почему ты ничего не предпринял? Я не думал, что могу тебя заинтересовать Но это еще почему? Не знаю Наверное, я просто глупый Ты не глупый Просто ты ошибался Так что я добавил Когда я заб turned на Продолжение следует...